Продолжение следует... 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 Вот эта замечательная награда в этом году достается Алексею Викторовичу Лукацкому, бизнес-консультанту по информационной безопасности Positive Technologies, наш замечательный вчерашний спикер. Спасибо большое. Я хочу сказать, что Алексей Лукацкий работает в сфере информационной безопасности с 1992 года и прошел путь от программиста, средств шифрования и администратора до аналитика и менеджера по развитию бизнеса в области информационной безопасности. У меня здесь прям целая огромная справка, Алексей, но я думаю, что мы ее зачитывать не будем. Гораздо интереснее послушать самого Алексея. У нас по традиции лауреат открывает второй день форума небольшой лекцией по той области знаний, за которую мы вручили ему награду. Соответственно, речь идет, конечно, об информационной безопасности. Алексей, микрофон ваш. Да, спасибо большое. Чувствую себя как нобелевский лауреат. Про небольшую лекцию я вспомнил только сегодня утром, поэтому я подготовил сейчас тезисы на салфеточке, как это принято. И действительно, на самом деле, я вот сейчас подумал, когда готовился, что я занимаюсь, наверное, кибербезом, а до этого информационной безопасностью, наверное, чуть дольше, чем существует Рунет. То есть я начинал это условно в 91-м, 92-м году. То есть получается 32-33 года чуть дольше, чем существует Рунет. Я еще помню времена, когда сидел в Фидонете и, собственно, работал через диалапные соединения по модему на 9600. И вот те скорости, которые у нас есть сейчас в стране, представлялись чем-то невозможным. Ну, правда, тогда и отношение к передаче данных было совершенно другое. Ты ценил те скорости, которые у тебя были и скачивал не всякую фигню, как это бывает сейчас, а только то, что, в общем, тебе приносило некую пользу либо какие-то книги, либо какие-то там программы, которые было сложно достать, поскольку, опять же, неразвиты были маркетплейсы и вообще такого понятия, как маркетплейсы, не было. Но при этом безопасность уже была тогда, и я выскажу даже местами крамольную мысль. Безопасность существовала и будет существовать независимо от интернета и технологий, ровно по той причине, что инфобес защищает информацию. Информация у нас бывает в совершенно разных форматах и проявлениях. И, наверное, одни из первых зафиксированных документально случаев информационной безопасности – это Древний Египет, когда фараоны отправляли своих рабов в другие области для того, чтобы скрыть факт передачи какой-то секретной информации. Это использовали в качестве инструмента защиты лысину раба, на котором писали соответствующим образом какие-то секретные свои иероглифы, потом волосы на голове вырастали, ну и, соответственно, раб перемещался из точки А в точку Б, и таким образом сохранялось в тайне, что же у него было на голове написано. Сам он, разумеется, прочитать этого не мог, зеркал тогда еще особо не было, поэтому и от него тоже это сохранялось в неком секрете, поэтому вот эти первые проявления информационной безопасности появились, да, тоже в коммуникациях, но еще задолго-задолго до появления интернета. И с тех пор, собственно, мы существенно, наверное, продвинулись вперед. Сейчас интернет нам добавил очень много всего, как с позитивной, так и, конечно, с негативной стороны, в области кибербеза в том числе. И, на мой взгляд, то, что, вот, как я упоминал раньше, там, во времена ФИДО, мы занимались информационной безопасностью, сейчас это вышло на совершенно новый уровень, и вот буквально в пятницу, по-моему, я был на молодежном рикфе в Кибердоме. До этого читал лекцию также в рамках молодежного дня, в рамках рикфа для молодежи, и совершенно другие вопросы задают те, кто, там, может быть, не очень хорошо говорить, придут там на смену, мы еще, в общем-то, смену сдавать не собираемся, вот, но те, кто будет заниматься кибербезом, и у них совершенно другое мышление. То есть, если там для меня, для моего поколения, наверное, информационная безопасность сама по себе была неотъемлемой частью, но вот технологическая история, она появилась не с детских времен, а там первый компьютер у меня появился в девятом классе, интернет я увидел уже, будучи в институте, то для детей, для подростков интернет это то, с чем они родились, и, соответственно, у них совершенно другой образ мышления, отличающийся от нашего, у них совершенно другие нормы. Поведение в интернете, у них совершенно другое восприятие хорошего, а самое главное плохого. Это тоже, как бы, есть и положительная в этом сторона, есть и отрицательная. Я помню, читал лекции в Сириусе для студентов Сириуса, и один из студентов задал такой вопрос, который, ну, мне показался очень, мне показался очень странным, хотя, наверное, для молодежи это такой себе вполне обычный вопрос. Говорит, я вот пишу вирусы, но я же их сам не использую, я продаю результаты своего труда, я же ничего не нарушаю и никому вреда не наношу. То, что кто-то этим пользуется, ну, это же не моя проблема. То есть вот у молодежи иногда немного сдвигается вот эта история с тем, что хорошо, что плохо, и здесь, конечно, тоже есть своя задача, которой раньше не было, именно по той причине, что не было так развита технологическая составляющая, и приходилось ценить то, что нам предоставляли эти самые технологии. Но то, что происходит сейчас, оно действительно кардинально будет менять все, что происходит. Мы вот вчера, когда была секция про кибербес, видели некоторую статистику от Романа Чеплыгина про там те же самые дидосы, которые стали нормой жизни. Мы пообсуждали про безопасность интернета вещей, которые раньше сложно себе было представить, что кто-то будет атаковать в здравом уме кардиостимуляторы, автомобили, двигающиеся на ходу спутники, создавать дипфейки, использовать те или иные как бы инструменты, которые создавались, в общем-то, для совершенно иных задач. Их сейчас начинают применять во вред обществу, во вред гражданам, ну, во вред государствам, конечно. И мы видим, что сегодня не проходит дня, чтобы кого-то не взломали, не выложили данные, либо не затерли те или иные данные, которые приходится восстанавливать. Ну и по мере развития технологий ситуация будет только хуже. На мой взгляд, будет только хуже. Если сейчас посмотреть на то, что делает Маск, помимо Старлинков, помимо, собственно, Теслы, помимо ракет, он же занимается еще и нейролинком, то есть вживляет чипы в мозг. И понятно, что это благая задача давать людям с ограниченными возможностями то, чего они лишены, доступ к компьютерам, доступ к технологиям, к интернету и так далее, и так далее. Но при этом я вот как специалист по безопасности начинаю сразу смотреть на любую вот эту технологию с точки зрения, а что плохого может произойти, если она, ну, не то что попадет в плохие руки, а если кто-то на нее нацелится с плохими намерениями. И я прекрасно понимаю, что если сейчас, даже сейчас мы не можем эффективно бороться с фишингом, например, в мессенджерах, и в лучшем случае мы научились с этим бороться в электронной почте, хотя технологии электронной почты более 40 лет, вот только сейчас мы плюс-минус можем нормально бороться с фишингом и с вредоносами в электронной почте, чего не можем сделать в мессенджерах. А когда чипы, встроенные в мозг или вообще в наш организм, станут нормой жизни, а я думаю, не за горами этот момент, и пройдет гораздо быстрее время, чем на развитие многих интернет-вещей, интернет-технологий, там, может быть, на горизонте 3-5 лет, чипы с подключением к интернету, с прямым подключением к интернету станут нормой жизни, вот тогда мы, наверное, поймем, что вот те угрозы, которые есть сейчас, ну, пока что нам детским лепятом, потому что когда непосредственно в мозг можно будет внедрять и вредоносный код, и фишинг запулить туда, и спам, и заниматься дезинформацией и так далее, и так далее, ну, история станет, ну, совершенно другой. И очевидно, что там, конечно, появится какое-то регулирование, появятся какие-то предложения по, там, средствам защиты, но мы понимаем, что там в небольшой чип размером, там, меньше копеечной монеты, кто еще помнит, что такое копеечная монета, но внедрить туда нормальную безопасность, ну, задача более чем нетривиальная. Особенно, если надо на лету принимать решение, это пускать, это не пускать, то есть это должно быть интегрировано с искусственным интеллектом, это требует определенного, там, бэкэнда на стороне каких-то облачных сервисов, которые будут принимать решения. То есть с технологической точки зрения это будет такой кошмар-кошмар, который надо будет каким-то образом решать. Я предполагаю, что мы его, конечно, решим, вот, но там седых волос, вот примерно как у меня, специалистам по безопасности это добавит на заре становления и активного развития этих технологий. И вот это использование прорывных технологий, и речь не только про искусственный интеллект, но и про биометрию, те же самые дипфейки, использование блокчейна и так далее, и так далее. Оно по ту сторону баррикад будет развиваться, к сожалению, быстрее. Я думаю, не секрет для всех присутствующих и всех, кто смотрит нас в онлайне, что развитием интернет должен сказать спасибо своим развитиям, собственно, порноиндустрии. Ну, с оговорками, конечно, но плюс-минус именно благодаря, там, индустрии для взрослых у нас появились и высокие скорости, интернет-платежи и, как бы, анимация и так далее, и так далее, вплоть до видеохосингов со всеми вытекающими отсюда, там, последствиями. И вот ровно то же самое происходит, наверное, и по ту сторону баррикад. Все те новомодные технологии, которые мы только-только присматриваемся, они уже начинают применяться по ту сторону, потому что у хакеров, в общем-то, нет никаких препонов. Они не скованы ни лицензионными ограничениями, им не надо сертифицировать свои изделия, им не надо обучать своих специалистов по программе повышения квалификации на 512 часов, им не надо получать высшее образование и подтверждать свою квалификацию. Они занимаются вот чистым бизнесом, как это говорится, монетизируя все, что только можно монетизировать, исключая все неудобные цепочки из своей деятельности. Наверное, это мечта любого бизнесмена, но в легальном поле сделать это невозможно, а вот в нелегальном поле это происходит сплошь и рядом. И тот же самый искусственный интеллект, мы вчера эту тему затрагивали на секции, когда мы задаемся вопросом, а как применять искусственный интеллект, а где брать датасеты для обучения систем защиты и так далее, и пока это единичные работы во многом у крупных игроков рынка кибербеза, как минимум российского, то по ту сторону баррикад уже и датасеты есть, и вредоносного кода, и фишинговых сообщений, и сайтов, и спама, и так далее, на котором обучают различные модельки, и потом по сервисной схеме в виде сабскрипшена продают за 50-100 долларов в месяц всем желающим, имеющим какие-то негативные позывы, негативные желания, идеи использовать это для атак на ничего не подозревающих граждан, и в этом на самом деле проблема. И проблему усугубляется еще и текущей геополитикой. Я, по-моему, вчера не приводил эту статистику, это делал на международном, ой, на молодежном дне в Рикфе, что за всю историю человечества, вот за те тысячи лет, что человечество существует, у нас не было всего 26 лет, когда не было войн, а за 100 лет существования, ну не существования, за последние 100 лет, там, начиная с начала 20-го века, всего, по-моему, 400 дней, когда человечество было вне какого-либо военного конфликта. То есть, несмотря на то, что мы все вроде как за мир, развивает, собственно, все именно то, что происходит на военном поприще. И вот сейчас мы видим очень активное проявление кибервойн, причем они вышли уже на такой уровень, когда государства, в общем-то, не скрывают поддержки всех акторов, которые действуют по ту сторону баррикад, и официально их поддерживают, и обучают, и снабжают технологиями, инструментами и так далее. И действительно, я вчера упоминал, за последние два года появилось более 500 группировок в рамках российско-украинского и в рамках израильско-палестинского конфликта, которые занимаются атаками друг на друга. И это только в рамках двух конфликтов. А мы прекрасно понимаем, что сейчас идет какой-то там ретроградный Меркурий, и, соответственно, нарастает количество этих конфликтов. Китай-Тайвань, Китай-Индия, Индия-Пакистан, Ливия, Сирия, Ирак и так далее. Ну, очень много этих конфликтов. Действительно, готовятся специалисты и любой человек, наверное, который занимается этим, задается закономерным вопросом, а куда эти люди пойдут после. Все-таки мы надеемся, что все конфликты так или иначе закончатся, или, по крайней мере, сойдут на нет. И те, кто вкусил вот этой виртуальной крови, они захотят продолжать делать свое черное дело. И они будут атаковать более активно уже не условно военные объекты в виртуальном пространстве, а атаковать гражданские объекты. И те, кто сейчас награждает грамотами, как мы видели, буквально на днях BBC опубликовала большую статью о том, как одно государство награждает грамотами волонтеров, которые участвуют в атаках на российские организации в виртуальном пространстве. Причем награждают волонтеров из Америки, из Великобритании, из Польши. То есть уже размываются вот эти границы между кибервойнами и гражданскими атаками на гражданские объекты. И то, что Красный Крест много лет пытается четко развести грани, применить положение ГААКской, Женевской конвенции введения войн в киберпространстве, у него явно это не получится. И все попытки сдерживания развития кибероружия, наверное, закончатся ничем. И мы тоже еще нахлебаемся с этим, вот как специалист в области кибербеза могу сказать, что да, жизнь будет интересная, но кто-то пострадает явно от этого, как уже, собственно, происходит вплоть до человеческих жертв. Потому что, к сожалению, надо признать, что в частности за 22-23 год более 60 человек только в США умерли из-за атак шифровальщиков на медицинские организации. То есть в результате простоя рентгенографических установок, систем, связанных с жизнеобеспечением и так далее, люди просто не получали вовремя медицинскую помощь и умирали. И это только начало этого витка, когда хакеры, которые говорят, что мы же сами этого не делаем, мы только продаем изделия своего труда, они просто не задумываются о последствиях своих действий. И сюда же надо, наверное, добавить историю вообще с кадрами, если мы говорим не только про ту сторону баррикад, но и про эту. Кто от всего этого защищается, у нас не хватает людей. И вот сейчас в последнее время очень много говорят, что вот уехали айтишники за границу, у нас не хватает кадров. На самом деле, если посмотреть на реальную статистику, то у нас не хватает кадров не потому, что уехали, а потому что у нас демографическая яма. То есть если посмотреть на данные Росстата, у нас как раз в 2000 году был самый проседание с точки зрения демографии. У нас рождалось людей меньше, чем умирало. И вот сейчас, спустя 23-24 года, мы как раз и сталкиваемся с результатами ямы. Если у нас они не рождались, то, собственно, откуда брать у тех молодых специалистов, тех айтишников, которые, ну и не только айтишников, которые будут, собственно, приходить условно нам на смену. Не потому, что они уехали. Кто-то уехал, кто-то вернулся. Тут вопрос не в этом, а в том, что их просто нет, их не рожают. И сейчас мы, по сути своей, сталкиваемся с той же самой ситуацией. Если посмотреть на данные Росстата, у нас где-то в 2014-2015 году был всплеск рождаемости, а потом опять пошел спад. И, наверное, там где-то 24-й год будет очередная яма. Поэтому там, соответственно, к 48-му году мы столкнемся с очередными разговорами о том, что уехали все. На самом деле не уехали, просто людей стало меньше. Вот. И отсюда опять у нас возникают истории вот с развитием технологий, искусственный интеллект, автоматизация. Ну, потому что без этого мы проблему с кадрами просто решить не сможем. Потому что атак становится все больше, угроз становится все больше, а людей больше не становится. Поэтому, к сожалению, надо замещать. Поэтому вот эти разговоры о том, что искусственный интеллект, скайнет, роботы заменят людей, они основаны не на пустом месте, они реально возникают из-за того, что нас просто не хватает людей, которые занимаются кибербезом. Ну, и, наверное, в конце такой своей небольшой лекции хотелось бы еще отметить, что я в 18 лет отработал в американской компании, в международной компании, и никогда не думал, что мы доживем до того момента, когда вот разговоры о глобализации, разговоры о том, что технологии вне политики коснутся нас всех. Потому что я долгие годы, и, наверное, многие, кто слушал меня на протяжении последних 20 лет как минимум, слышали, что я, в общем, был таким сторонником американских технологий, но потому что действительно, что греха таить, они были, остаются по ряду направлений лучше, чем все остальные. И я считал, что компания, которая там работает на весь мир, никогда не поставит под удар свою репутацию и так далее, уходя одномоментно из страны. Ну, вот оказалось, что все мои благие мысли были разбиты о реальность, компании ушли, ушли одномоментно, причем отключили от сервисов, от интернета, даже тех, кто, казалось бы, не должен был пострадать. Различные медицинские учреждения, там всякие благотворительные организации, ну, кто ни под санкциями не был, ни вообще не касался ничего, и, может быть, даже их можно назвать было, они находились в оппозиции к действующим властям. Даже их отключили, и вот это, собственно, задает некий новый тренд. Если посмотреть на название многих конференций по технологиям, которые проводились до 2022 года, у них всегда в названии звучало слово «доверие». Вот сейчас мы, по сути своей, начинаем последние два года с разговора о том, что, ну, какое доверие. Никакого доверия уже нет, и надо либо его зарабатывать и нарабатывать заново, что в текущей геополитике очень непросто, либо строить историю, по сути своей, не то чтобы даже с нуля, а совершенно по-новому. Вот в корпоративной безопасности 2014 года существует такая концепция, как Zero Trust. Нулевое доверие, то есть когда мы не доверяем никому, ни подрядчикам, ни своим сотрудникам, ни узлам в сети, ни приложениям, ни трафику, ни данным, и мы проверяем все, что так или иначе подключается к нашей инфраструктуре. Вот сейчас, похоже, мы приходим к тому, что Zero Trust приходит и в интернет, и приходит в отношении между государствами, потому что, да, разговоры о балканизации, которые звучали раньше, которые все говорили, да нет, да никогда интернет создавался для того, чтобы объединять, а не разъединять и так далее, мы видим, что в общем-то мы пока держимся, но так или иначе держать в голове резервный вариант, а что если нас все-таки отключат, а что если там начнут, вот буквально, я не знаю, вчера вы видели, мне дочь прислала, 14 лет, она подписана на госпожу Мизулину-младшую, и которая вчера опубликовала у себя видео в канале на 700 тысяч человек, что надо потребовать от Министерства обороны загасить весь интернет на Украине. Я вот это слушал, 30-секундный ролик, человек, который возглавляет Лигу безопасного интернета, говорит, что надо загасить интернет, и тогда мы решим все проблемы с безопасностью. И вот для меня это странно звучит, потому что для меня безопасность, она в первую очередь скорее про защиту, а не про нападение. Поэтому когда вот такого рода слова звучат из уст человека, приближенного к власти, у меня возникают мысли, что возможно действительно власти начинают задумываться, а давайте гасить. А отсюда же сразу возникает мысль, что если мы будем гасить, то и нас будут гасить. Ведь это двухстороннее движение, и технологии-то это позволяют сделать. И вот буквально, опять же, на прошлой неделе позвонили журналисты, говорят, вот тут возникла идея, давайте гасить спутники Старлинка, пролетающие над Россией. И тогда всякие беспилотники перестанут летать над страной. Пришлось там сделать некий ликбез, что, во-первых, Старлинк особо над нами и не летает, и он не работает здесь. И по большому счету, дронам современно вообще GPS и GLONASS не нужен для того, чтобы наводиться на цели. Они, если грамотно построены, работают совершенно по другим принципам. И блокирование спутников, в общем-то, большого смысла не имеет. Но, опять же, если такие мысли возникают, ну, кто-то их, наверное, будет продвигать. И вот, на мой взгляд, вот сейчас там общественность в том числе должна думать как о хорошем, что нет, не отключит, не заблокирует. Мы будем по-прежнему интернет использовать для объединения, для обмена мнениями, мыслями, позитивом между странами, там, людьми, государствами, компаниями и так далее. Но всегда уже в голове приходится держать вариант «а что если?». Вот, потому что если мы его держать в голове не будем, может оказаться сюрпризом, как, собственно, для многих сюрпризы были в последнее время. Поэтому вот я такая мини-лекция с некоторыми тезисами, которые вот мне сейчас пришли в голову и которые, наверное, занимают меня в последнее время, озвучил. Я не, наверное, не буду озвучивать какие-то рецепты, их и сложно озвучить, потому что эта работа скорее такая отчасти на будущее, отчасти работа сообща, чтобы все подумали о том, что мы будем делать вот в условиях действительно изменившегося мира. И еще раз большое спасибо вам и за внимание, и за награду. Это действительно было неожиданно. И надеюсь, что мы будем и дальше радоваться интернету, жить в безопасности и коммуницировать друг с другом. Спасибо. Спасибо большое. Алексей, может быть, есть вопросы? Я предлагаю аудитории воспользоваться этой возможностью. И даже сам первый задам вопрос. В рамках не только молодежного цифрового форума 5 апреля, еще и в рамках нулевого дня образовательного трека у нас были лекции в МТУСИ, в Университете дружбы народов, Академии интеллектуальной собственности. Основной вопрос, который задавали студенты в области регулирования интернета, ну а тематика, да, это интернет-гаунанс, это как раз искусственный интеллект и абсолютное непонимание, как вообще можно развитие нейросетей, урегулировать, они видят в этом большую опасность. Особенно дипфейки, которые получили распространение, и которые уже очень трудно отличить действительно от реальных персонажей, на которых эти дипфейки делаются. Вот мой вопрос первый. Ну, а у меня, кстати, нет ответа на этот вопрос. Более того, там вчера буквально у меня было интервью на радио, как раз проевайсисты тут занимаются прайвеси, они тоже задавали вопрос, как мы будем регулировать искусственный интеллект, потому что искусственный интеллект не является субъектом права, и то, что там искусственный интеллект обрабатывает персданные, биометрию, создает на базе этого какие-то новые сущности, и на основе этого принимаются решения с юридическими последствиями. Никто не знает, как к этому подойти. Я боюсь, что мы сейчас пойдем по пути запрета и жесткого контроля. По крайней мере, американцы, европейцы, англичане уже пошли по этому пути. В Хиросиме на встрече G7 была подписана хартия, которая ограничивает применение искусственного интеллекта. Потом в Блэчли парке подписали 50 государств меморандуму о ограничении искусственного интеллекта. Американцы выпустили указ. Потом Евросоюз выпустил свой закон об ограничениях применения искусственного интеллекта. Я думаю, мы вначале запретим, а потом начнем думать, как все-таки откручивать гаечки. Я думаю, в России, учитывая, что у нас практика запретительная гораздо богаче, чем у других государств, мы это тоже сделаем. Хотя, может быть, и наоборот. Мы как раз посмотрим на то, как это будут закручивать другие, и не будем совершать сразу тех ошибок и тех граблей, на которые наступают наши заокеанские и заграничные коллеги. Я надеюсь на это. Спасибо большое. Есть ли еще вопросы? Тогда мы приветствуем еще раз аплодисментами нашего лауреата. Алексей, большое спасибо. Очень содержательная лекция, как обычно на самом деле, хоть и короткая. Прежде чем мы перейдем к нашей деловой программе, у нас еще один есть очень красивый момент. Большинство зарубежных участников принимают участие в форуме онлайн, но есть одно приятное исключение, даже не одно, но одно очень приятное исключение. Это наши коллеги из Республики Беларусь, которые второй день с нами на этой площадке работают. И я хочу пригласить наших, даже не только коллег, наших друзей из регистратуры белорусского домена, белорусских доменов.бай и кириллического.бел. Владимир Кирьяненко. Коллеги, кто еще на сцену с Владимиром выйдет? Я знаю, что приготовили поздравления от руководителя регистратуры. Мы с удовольствием послушаем с этой сценой. Спасибо большое за такую возможность. Мы очень рады, что можем принять участие в 14-м форуме российском по управлению интернетом. Кроме того, у вас, можно сказать, юбилей. Ну, юбилей и у нас. У нас тоже 5 мая этого года тоже мы будем праздновать 30-летие доменной зоны Билай. Поэтому, если можно, я кратко засчитаю поздравления от, скажем так, нашей регистратуры. Вот. Значит, администратор национальной доменной зоны Бай и Бел поздравляет вас, а также весь коллектив Координационного центра национальной доменной сети интернет с 30-летием доменной зоны РУ. 7 апреля 1994 года для Российской Федерации является знаменательной датой в истории развития российского информационного пространства. За свое существование доменная зона РУ стала символом качества и надежности для мирового информационного сообщества, что является результатом вашего персонализма и стремления к прогрессу. Выражаем искреннюю благодарность и признательность за сотрудничество на протяжении многих лет, верим в сохранение сложившихся деловых и дружеских отношений, надеемся на дальнейшее взаимодействие и обмен опытом. Желаем дальнейшего поступательного развития и процветания, и успехов. Спасибо большое за поздравление. Есть что добавить? Все, спасибо. Тогда я сейчас приглашаю… Кстати, надо сказать, что подарки тоже очень приятные из Республики Беларусь и даже к Рамбамболе сегодня еще будет произнесено это слово с этой сцены ближе к завершению форума. А Рамбамболе тоже в спикерской лежит. Надеюсь, сегодня мы ее откроем. Спасибо.